Доброе утро! Первый вопрос, что вам дом-то не садится? Ну, как говорит Кунюхов, что-то в океан потянуло. Что-то в океан потянуло. Ильдар, вы вообще путешественник со стажем, как уже Никита упомянул. В этом году, мы знаем, к сожалению, ваше путешествие не состоялось. Почему так? Оно состоялось наполовину. Не в полном объеме. Да, не в полном объеме. То есть те задачи, которые были поставлены, а в первую очередь это были исследовательские задачи. Это посмотреть, как я вообще себя буду чувствовать в океане, насколько тяжело это организму. А мы все-таки путешествовали на разборном парусном тримаране длиной 42 фута. Это небольшое судно, там нету каюты, там нету душа, нету запаса пресной воды, чтобы мыться. И гальюна тоже нет. Это не мое путешествие. Это плод, на нем мы находились. То есть вы всегда на поверхности получились. Всегда на поверхности, 9 футок в океане, это постоянная соленость, мыться соленой водой, солнце и качка. То есть для меня был в первую очередь этот исследовательский интерес. И во вторую, как подобные международные экспедиции организуются. Потому что мы сами организовываем походы в настоящий момент по России, океанной море России под парусом проект. И дальше планируем уже выходить за пределы. Поэтому эти задачи были решены, но опять же не полностью. Так вот вопрос сразу напрашивается, все-таки как перенесли-то в этот момент, вот эту качку 9-дневную и все прочее. Все хорошо? Ну, к четвертому дню прикачался. Чуть-чуть. Да, а проблемы с соленой водой особо нет на самом деле. То есть вот когда обычно в Черное море окунешься, выходишь, и тебе как бы все к коже тянет. Да, да, да. Там вот не было такого эффекта. То есть да, неприятно, да, солено. А все постоянно эти брызги постоянно. Не, ну запас с этой воды же у вас был уже наверняка. Пить да, но мыться нет, конечно. То есть ни душа, ничего у нас такого на борту не было. Ничего себе. Скажите, вот как вы вообще пришли к этому, чтобы стать путешественником? И кто становится, в принципе, путешественниками? Мы просто думаем, не поздно ли нам начать? Я думаю, что никогда не поздно. Мы с товарищами купили лет 6 назад небольшой парусный тримаран, и с него все началось. Понятно, что до этого были пешие походы на байдарках, еще что-то. Ну вот такое парусное движение, это случилось 6 лет назад. И сначала мы прошли Байкал, Ладогу, потом больше катамаран. Мы пошли по Охотскому морю, где уже среди китов и нерв плавали. Вот. И дальше готовимся уже к более серьезным маршрутам. Романтика. Команда единомышленников, она всегда существует? Она всегда набирается? Или случается отправляться, может быть, в путешествие одному? Хорошая идея всегда привлекает людей, объединяет. И в основном в своей экспедиции мы ходим с друзьями, потому что на кого еще можно положиться, как не на проверенных друзей. Потому что это все-таки далеко от цивилизации. Бывает, мы неделями людей других не встречаем. А вот то, что сейчас экспедиция Russian Ocean Way от Санкт-Петербурга стартовала, идет вокруг света и возвращается обратно в Санкт-Петербург. То есть там желающие юсмены присоединяются, проходят какие-то этапы, вносят свой вклад, трудом своим в эту экспедицию. И на примере десятилетней давности была экспедиция. Эти же ребята с капитаном Анатолием Куликом ходили вокруг света. И вот смотря на их опыт, наверное, меня тоже туда потянуло. То есть они на меня очень сильно повлияли. Поэтому мне важно было присоединиться и пройти с ними эту часть маршрута. Эльдар, вы сейчас посмотрели видео, я немножко даже сплакнул, потому что я захотел куда-нибудь за пределы студии хотя бы. Скажите, какое самое красивое место, которое вы когда-либо посещали? Ну, это Шантарский архипелаг, если мы говорим о природных... Так сразу сходу просто. Да, если он в любви, то я не влюбился в этом. Да, Шантар, я обязательно туда когда-нибудь вернусь. Сегодня это, возможно, туда есть организованные туры, но это тоже все такой очень маленький диапазон по времени в году, то есть один месяц, наверное. Вот, и добраться туда очень сложно. Но прийти туда на своем паруснике, это просто волшебство. Спасибо вам большое, что вы нашли время в своем плотном графике и припутешествовали к нам в студию. Будем надеяться, что вы не остановитесь, продолжите под парусом или как бы там еще ни было. Друзья, с гостем прощаемся. Вам же говорим, у вас есть несколько минут, вы можете составить список своих путешествий, но не переключайтесь. Спасибо. Спасибо.